Кто мы? На поле мы друзья, мы команда, ты и я, мы вместе. Мы заодно новая песня, другое кино. Поднимайте ваши руки, наш футбол спасет от скуки. Тренер супер голова, впереди игра. Миллион огней, миллион людей. Солнце, свет над головою, поле и дорога. Миллион огней, миллион друзей. Па-па-па-па-ра-па-па-ра и любви немного. Па-па-па-па-ра и любви немного. Простите, вы кому? Здравствуйте, туда нельзя. Нельзя туда, он замуж. Я знаю. Игорь Петрович. Свободный. Какими судьбами в нашем городе? В глаза приехал тебя посмотреть. А что столько пафоса? Случилось что-нибудь? Ты же гнида, не себя. Ты футбол позоришь. Ничего, я вас как тараканов из всех щелей повытравлю, догоню и угандошу. Ты давай вначале объясни, в чем дело, а потом будешь кричать. Думаешь, я не знаю, как ты хотел моего игрока купить? Купить? Твоего? Скажешь, вот этот у вас не работает? Сейчас уточним. Сергей Петрович, зайдите, пожалуйста. Чай, кофе? Честной игры, чай, кофе. Да? Идар Сергеевич, присоединяйтесь. Посмотрите внимательно. В нашем клубе работает этот мужчина? Нет. Точно? Абсолютно. Игорь Петрович, похоже, кто-то специально хочет дискредитировать наш клуб. На-на-на-на-на-на. Ничего. Я вас все равно достану. Достану. Я еще до вас доберусь. Вы у меня поймете, что такое купля-продажа. И чего? Еще повидаемся. Ну, почему этого придурка отправили именно в нашу зону? За что нам такое наказание? Ну, вот, пожалуйте, ваш свадебный экипаж. Спасибо. Мы старались. Мне сзади сесть? Сзади, сзади. Спасибо. Спасибо. Виталий! Виталий! Спасибо. Виталий! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо, тётя Аня! Субтитры подогнал «Симон» Нет, дай я скажу, подожди Вита, я всё понимаю, но с другой стороны, ну как, ну семья, дом, там тыл, ну для мужика же это очень важно, что я, вот моя... Нарышев, может быть хватит уже, закругляйте свою свадьбу и выключите музыку, я спать хочу! Субтитры подогнал «Симон» 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 Через сорок минут закрываемся Спасибо! Субтитры подогнал «Симон» Какие всё-таки разные у людей запросы! Одному вот ромают жульет, а другому каких-то пьяных футболистов! Время, между прочим. Володь, там кто-то пришел. При звонке в дверь задайте вопрос, кто там. Далее поверните ключ в замке. В какую сторону? В левую. Картошка, твоя любимая. Пустите. Ну, за вас. Ох, ты зря. Хороший коньяк, тост хороший. И от души. Нет, честное слово. Я что-то сначала запсиховал, а потом думаю. Ну, не получилось у нас. Ну, со мной не получилось, с другим получится. Ну, честное слово, ребят. Ну, извините, но я просто нервничаю очень. Я просто хочу, чтобы как-то по-человечески, по-людски было. Вов, я тебя очень уважаю. Ну, Люда, особая песня, это восемь лет ты из жизни не выкинешь. Слушайте, а что я все уговорил, вы молчите? Ты говори, говори, я не стесняюсь. Говори, говори. А ты меня не гноби. Мне тяжело, я на твоей территории. Второй доступ. Только вы выпейте. Выпейте, а я уйду. За что? За футбол. Ой, хреново мне, ребята. Что, в Москву тебя тянет? Выезжу в школу тренеров. Андрей, не надо спектаклей. Меня тоже в аспирантуру пять лет тянуло. Люд, ты что думаешь, вы куда-то уедете? То, что я не понимаю, что в эту школу характеристика нужна. Все, пошли. Не, погоди, погоди. Подожди, подожди. Я, я из прессы прочитаю. Пьяный защитник Киешко даже не смог выйти из раздевалки. Подожди, подожди. Барнаул. Безобразный мордобой закончился для Владимира Киешко. Трехмесячной дисквалификации. Погоди. Да он же, он же. Его санатовские соколы не возьмут. Он здесь до пенсии доживает. Счастья вам, ребята. Счастья вам, ребята. Рода. 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 Редактор субтитров. КОНЕЦ КОНЕЦ Здравствуйте! Привет! Игорь Петрович, у меня к вам просьба. Пожалуйста, выгоните меня из команды. Ты что, пьян? Да. Иди проспись. Утром поговорим. Почему утром? Вы же обещали за пьянку гнать из команды. Пошел вон. Навсегда? До утра. Здрасте. Подожди, 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 подожди. А я такую классную машину жене купил. Дочихал я на ваш футбол. Так, только не бейте, не бейте. Я это не люблю. Не надо. Лучше пинком под зад из команды. И что это было, Володя? Извините. Ну чего выставились? Давай, переодеваться, переодеваться. Что вам здесь, цирк, что ли? Что случилось с Володей? Тебе нечего мне сказать? Да все нормально. Извините. Хорошо. Хорошо. Спрошу по-другому. Ты послезавтра играть в состоянии? Да. Иди домой. Никогда нам не забыть! Никогда не разлюбить! Никогда не разлюбить! Слышь? Никогда не разлюбить! Иди, скажи это, что болело отсюда! Иди, иди! Чёрно-белый лучший цвет! Чёрно-белый лучший цвет! Нам победы всем нужны! Нам победы всем нужны! Верим всех, кому одну мы! Верим всех, кому одну мы! Верим всех, кому одну мы! Здорово! Ты это, может, уйдешь? Не разлюбить... Митяй сказал, если еще раз увидит, наваляет... Черно-белый – лучший цвет! Чёрно-белый – лучший цвет! Нам победы всем нужны! Нам победы всем нужны! Верим все в команду мы! Верим все в команду мы! Все страну мы обойдём! Всю страну мы обойдём! Ты извини, ладно? Лучше клуба не найдём! Тёрпедок! Торпедо! 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 Че это у нас Нарышев в основе вышел? Лишний вес сбросил? Ну, просто бьется мужик на тренировках А, с мечом спит? Понятно Себя не жалеть! Володя, зачем? Сыграй в мяч и все! Ну че ты делаешь, баба? Ну че ты? Че ты охренел что ли? Володя! 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 Ведушка, стой! Ну что тебе говорят! Иди сюда! Володя, ну что ты! Володя! Володя, удачи! Фёдор Фёдорович, ну, вперёд! Я хотел… Я пока ещё здесь тренер. У лучших тоже бывают потери, Вокруг никого, лишь закрытые двери. Никто не поможет, никто не подскажет, И только судьба, как бывало, накажет. Проще уйти, от проблем не ломаться, Просто предать и со всеми расстаться. Лучше не будет ни завтра, ни позже, Боль, как заноза, засядет по кожей. Можно бежать от любви и от друга, Можно бежать из привычного круга, Но от себя улететь не пытайся, Мысли задушат, как ни старайся. Их не зальёшь ни вином и ни водкой, Их не прогонишь зелёной усокой. Люди, как люди, всё понимают, Смотрят в глаза, верят, прощают. ЖЕФ! Ай, ай! 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 Здравствуйте! А вы уходите? Здрасьте! А вы к Володе? Ай! Я Юра! Мы с ним в одной команде играем! Очень приятно, Людмила! Очень приятно! Я поговорить хотел! Спасибо сказать! Он тут за меня вступился на днях! В ресторане. Да, я знаю. А Володя спит. Как спит? Я его снаружи закрыла. Ага. Извините. Говорят, вам Володя машину купил? Да. Я ничего толком не знаю. Сам купил, сам оформил. Ага. Подарок мне сделал. Ну, вот она. Пожалуйста. Шехан, да? Шесть-три. Привет физкультурникам. Здорово. Здорово. Откуда? Паша. Здорово. Здорово. Как вам это? Здорово. Степан. Здорово. Здорово. Ну что, рыба, рыба, рыба. Видали красотку? Да. Ах, какая машина. Конечно. Ах, какая хорошая. Степаныч, наблюдай. Видел? А? Видел? Из-за меня полулитра, Степаноч. Все. Да что б ты так в футбол играл? Да ну вас. В футбол. Третья минута встречи. Штрафной удар. Мяч на правой планке. Мяч на правой планке. Мяч на правой планке. Водитель «Волги» и пассажирство «Печеркия» «Измайловский бульвар» является главной дорогой по отношению к 13-й парковой улице. Виновником дорожно-транспортного происшествия будет признан водитель «Волги», который не выполнил требования знака уступить дорогу. Зачем ты это делаешь? Ну, а ты что, считаешь, что лучше дождаться того момента, когда они меня сами выгонят? Ну, и что дальше? Что дальше? Будем жить, как нормальная семья. Дачу начнем строить. Ребенка родим. Ладно, неси бутылку вина. Красивый получился подсвечник. из твоего заявления, правда? Сегодня у нас прощальный вечер. Мы прощаемся с твоими глупыми мыслями. Ты знаешь, уж где-где, а в этом городе мы не имеем права быть вторыми, а только первыми. И поэтому мы пока не будем строить дачу и рожать ребенка. Немного. Она! Она! Мужики, а у вас прибор японский, меня нельзя замерить? Вдруг я тоже нестандартный? Что за ерунда-то? Здорово, Орион телегу накатал, будто у нас ворота охренительно высокие Значит, комиссии вы не доверяете? Я сам замерял, у меня ворота стандартные, но не только я, бухгалтер замерял, игрок замерял, у него, кстати, образование техническое А массажистовы к этому процессу не привлекали? А у нас нет массажистов Зато совесть есть, и мы не продаемся, в отличие от ваших долбанных комиссий Это серьезное заявление? Я клоун, так, приехал в Москву просто так пошутить Ваши жалобы тут иногда почитать берутся, вместо анекдотов Пожилой человек и ведете себя Анекдоты нашли, чумористы хреновы Да Ничего, я на зло им еще в администрацию президента с жалобу накатал Кому? Ну, в этот, как его, ну, в комитет по делам физкультуры Слушай, Игорь, тебя скоро просто-напросто объявят больным И лишат лицензии тренера Что касается истории с воротами Будет переигровкой, твой дебош ничего не стоит Следующий Можно? Да, здрасте Да Да. Люба, а где Володька-то? Почему он на тренировки-то не ходит? Что-то хотите ему передать? Ну, вообще, надо бы с ним поговорить. Нам. Дома. Ну, а что? Пьет всю неделю. Ну, понятно. О, извините. Да не стучи ты по голове, а! Здорово, мужики. Так, все здесь. Значит так, план подготовки к одной шестнадцатой финала можно засунуть в задницу. В среду у нас переигровка с Орионом. Это что, из-за ворот? Это из-за того, что у нас в футболе не чиновники, а хрен знает что. У них, видите ли, все на год вперед проплачено, а мы им весь расклад поломали. На хрен! Так, может, не напрягаться, Игорь Петрович? Если Орион проиграет, все равно переигровку назначен. А кто не хочет напрягаться, пускай напрягается в другом месте. Я никого не держу. Может, просто не выйдем на игру? Знак протеста. У меня другое предложение. Надо их вздрючить. По самое не хочу, чтобы больше ни у кого не появлялось желание с нами переигрывать, а? Ну, так, а где кияшки? Я что, тихо сказал? Громче повторить. Да пьет он. Чего ты на меня так смотришь? Значит так. Игрока по фамилии Кияшко. В команде Торпедо Болотное больше нет. Игорь Петрович. Вопрос решенный. Теперь ты с женой общаешься? Она же у тебя вроде из болельщиков, но этих фанатов. Надо бы связаться срочно с их активом. Ладно. Ну, все. Ладно. С утра же до вечера. Убирай тут за вами. Ну, весь же подъезд загадили, а? То окурки, то бумаги. До кастрюли уже с ума сошли. Ой. Ну, что ж, за ним не маши. Ни минуты покоя на них нет, ла? Так вот, кто это? Мой бест. Девушки. Да есть свои мусорные. Не жарят. Нет, бабушка, мы наволочки не шьем. Мы вяжем. А? Что вы говорите? Говорите громче, я плохо слышу. Мы наволочки не шьем. Не шьете? Нет, мы вяжем. А что вы говорите? Мы не шьем, понимаете? Мы вяжем. Повторите еще, пожалуйста, я не слышу. Что вы говорите? Мы вот не шьем, а вяжем, понимаете? А шьют там, дальше. Вязали. Что вы говорите? Что? Спасибо. Вам понравилось? А что вы сказали? Я не понимаю. Я сейчас не с вами. Очень. Только вашему главному надо с нашим тренером поговорить. Давайте. Что? Что? Шьют где? А где шьют? А шьют там. Вот вы сейчас пройдете по улице и повернете налево. Короче, у нас через две недели выезд Чулы. А там-тамошние наверняка знают, как мы мочились с сурдянскими. Поэтому, наверное, тоже захотят с нами встретиться и склеснуться. Да, у меня вчера из сурдянска образования. Там нас ждут. Говорят, встретят по-крупному. Да ладно. Сурдянск это только весной. А нас к весне много будет. А чулым через две недели. И рассчитывать нужно только на свои силы. В связи с этим, с этого дня, каждый божий день тренировки. Каждый день. Жалко, матов не хватает. А, у нас в Шарабе сторож алкаш. Он выпьет, спать ляжет, а мы в спортзале вытащим. Супер, ты ответственный. Теперь мне нужна ты. Ты едешь в Чулы на разведку. Мне нужна точная карта стадиона, прилегающая к нему дорог, и расписание собак полностью. ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Ну? Тебя борзых ищет. Ну и че? Слышь, мамба, я на сегодня тебя отпускаю, но больше здесь не маяч. Давай, розовая пряжа. Поехали. Давайте. Сюда, сюда. Проезжаем вот сюда. Значит так, вы проезжаете сюда. У меня тут что? А, значит, я здесь говорю, гордо въезжают во второй век нашего города юные болотницы. Те, кому жить и творить во втором веке славной истории нашего города. Дети, как услышали слово славного нашего города, машем флажками. Договорились? Машем флажками. Значит, я повторяю. Те, кому жить и творить во втором веке славной истории нашего города, машем флажками. Дружно машем флажками, дети. Стадион должен быть наш. Только это, скамейки не ломать. Обижаете. Причёвки, баннеры. Чем больше, тем лучше. Сделаем. Только пусть ребята подойдут к трибуне. Болельщиков своих поприветствуют. Всё по-взрослому. А то. Так, ребята, внимание. Вот там у нас будет стоять автобус. Ясно? Вам раздадут флажки, шары, плакаты и прочее. Только ничего не потерять. Дальше мы располагаемся все от поворота до входа в парк. Да, как школьники. Сейчас мы все порепетируем и каждый запомнит своё место, чтобы не было суматохи и суеты дальше. Ладно? А пиво будет? Будет пиво. Показуха. Почему показуха? Показуха. Ну почему сразу показуха? У нашего с вами города юбилей, праздник, сто лет. Телевидение приедет снимать. Опять же, из Москвы будут. Может, о нашем городе вся страна узнает, а вы сразу показуха. У вас всё показуха. Здравствуйте. Простите, вы Алла? Здравствуйте, Алла. Вас к администратору просят. Меня? Ну, вы Алла. Ну, Алла. На секундочку просят подойти. Ладно, я скоро вернусь. Оставайтесь на местах. Ну ждём. Всё нормально будет. Здорово, пацаны. Только не расходитесь. Ну что, не лень вам этим отстойм-то заниматься. Пошли бы на стадион, поддержали команду свою. Да? Вы видели, как эти суки из ПФЛ у нас души, да? Перемерили ворота, всё, с Орионом переигрывать надо. Да? Так что через неделю переигровка. Если Орион сдрючим, выходим в одну восьмую, а там о нас узнает просто вся страна. Поддержим? Поддержим. Пошли. Значит так, мужики. Ворота перемирили, судьи купили, а что, ничего не докажешь. Вот гадёныши. Что за жизнь такая? Всё купили. Значит так, надо прийти и своих поддержать. Вы как хотите, я пойду, чтобы этим сволочам ноги повыдёргивали. Пойдём. Пойдём. Ну, за справедливый справедливый. Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Симон! Симон! Кто старший, ты? Ну, я. Сказали, как снимать начнут, через улицу гирлянду натягиваю, вон там на развилке. Так а если мне через час приедут, что нам там целый час торчать, что ли? Так а что мне делать, сказали передать, я и передаю. Давай к развилке и перекур, там и подождем телевизионщиков. Э, ты что, охренел? Ты куда прошу? Тихо, 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 тихо. О, Володька! А, какие люди! Это я смотрю, не в форме. Нормально. Ну что, завстречу? Да нет, я на работе. А я в Загуле. Да я вижу. Ты давай выходи, через два дня такой матч, как же без тебя с Сарионом? С Сарионом мы уже сыграли. Это я вижу давно в Загуле. Переигровку же назначили Сарионом. Я не понял, что вы сыграли в ничью, а им нужна была победа, чтобы выйти в первую лигу. Ну, ворота потом еще мерили. Ну, и переигровку назначили. Да, Володька, ты бы шел домой, а? Тут телевизионщики из Москвы приехали, репортаж снимали к столетию города. А я тут, вроде как, ответственный. Из Москвы говоришь? Ну? Нет, ну можешь во дворе посидеть, но только не здесь. Давай. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...